МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я начну с того, что прогностика очень спокойно и очень формально относится к понятию идеологии. Во-первых, прогностика полагает, что идеология есть всегда, не бывает неидеологических обществ. Другой вопрос, что идеология может рефлексироваться, то есть пониматься, что она является идеологией, которая существует и определяет соответствующие форматы поведения, и она может не рефлексироваться совсем. Надо сказать, что рефлексируется она или не рефлексируется. Идеология всегда занимает очень скромную позицию. Идеология – это всегда превращенная форма антологии. Есть антология, есть картина мира, есть образ мира, включающий образ настоящего, образ будущего, представление о прошлом, представление об ином и о новом, представление о развитии, представление о структуре мира, которая так или иначе отождествляется с данной цивилизацией, с данной культурой, с данной нацией в той или иной страте ее существования. Для того, чтобы иметь в своем распоряжении антологию, нужно ежедневно проводить антологическую работу. Работу тяжелую, мучительную. И в общем, я не скажу, что она для большинства неприемлема или невозможна. Она вполне возможна и приемлема, но очень сложна и отнимает массу времени. Поэтому возникает естественный протез антологии, идеология. Если хотите, это антология для масс. Антология, которой можно учить и которую можно произвольно транслировать и передавать. В этом плане она крайне важна, ибо на самом деле по идеологии антология-то развертывается и восстанавливается целиком. С другой стороны, еще раз подчеркну, она достаточно проста и занимает вспомогательное место, второе место. Дальше, что я здесь должен сказать. Если мы говорим о том, что антология является тем, той реальностью, в которую человек погружен, находясь здесь, в данное время, в данном месте, то нужно иметь в виду очень простую и очень неприятную вещь. Образ будущего, в котором ему приходится жить, практически полностью определяется антологией. Мы будем рассматривать в основном три антологические позиции, три стороны антологии. Первая, самая простая, это словарь. Это набор слов, набор понятий, которые важны для понимания мира, через которые вы описываете мир. Второе, это то, что я бы назвал дизайном, причем не в российском, а в англоязычном смысле этого слова. Дизайн, как конструкция мира, конструкция связи, все, что заставляет вас понять, как этот мир работает во всех его аспектах, от Вселенной до человеческих отношений. И третья, наиболее сложная составляющая, тут уже немецкий термин «дозайн», принадлежащий Хайдегеру, это, собственно, антология как бытие, как человек вписан в бытие мира, как бытие мира включает в себя человека. Из этих трех сторон наиболее понятной и наиболее естественной для работы является дизайн, то есть, собственно, каким образом мир обустроен. В принципе, считается, что есть всего три предельные антологии, которые могут ответить на все антологические вопросы. Это антология Бога, это антология природы в ее версиях, антология Вселенной и антология науки. И то, и другое, есть некая редукция антологии природы, несколько более простая версия, если так можно выразиться, некоторая идеологизация антологии природы. Теоретически есть антология мышления. Это ситуация, когда вы не делаете априорных предположений о творенности или нетворенности мира, о его вечности или его исчезновении, и пытаетесь рассматривать мир исключительно в позиции мыслеконструкций. Почему я говорю «вероятно»? Потому что антология мышления до конца не успела возникнуть. В какой-то мере она оказалась жертвой серьезнейшего конфликта 17 века между антологией науки, антологией Бога. Ну, бывает так, что нейтралы страдают сильнее всех. Имея это в виду, сразу скажем простые вещи. Совершенно понятно, что образ будущего для того, кто относится к антологии Бога, довольно прозрачен. Это иная земля и иное небо. Понятно, что на данный момент времени антология мышления не создала своего образа будущего. Понятно также, что остальной мир, причем весь Запад, свои образы будущего выстраивал в логике даже не антологии природы, а антологии науки. К чему это привело? Ну, во-первых, к сильнейшему, ну, скажем так, позитивно, к очень быстрому резонансному прогрессу. Мы можем говорить об изменении мира со середины 19 века по началу 20, как о классическом резонансном взлете. И, разумеется, таким же коротким, как и любой другой резонанс. Второй момент. Мы должны говорить здесь о том, что возникший технологический взлет никогда не был проработан мыслительно, никогда не был до конца проработан антологически. Что вызвало представление о противоречивости прогресса? На самом деле, достаточно ошибочное представление, поскольку, как показывает опыт даже последних лет, с прогрессом расстаться не готов никто. А тем самым вряд ли его можно рассматривать как ошибочное действие. Вот неотрефлексированное, непонятое, неприспособленное к миру, не создавшее собственных образов – это да. Ну и на мои последние две минуты. Смотрите. В рамках научного подхода у нас имеют место быть несколько возможных основных картин мира. Первый – это предметный или объект-субъектный подход. Здесь исследователь-субъект, а то, что он видит, изучает и смотрит – это объект. В рамках объектного подхода у нас есть образ будущего. Кстати, российский, советский – это Кардашев, конструкция сверхцивилизации. Надо по этому поводу заметить, что, например, концепция индустрии 4.0, люди и роботы японской версии, трансгуманизм, соответственно, власть искусственного интеллекта и прочие версии нечеловеческого будущего – это, вообще-то, резко ослабленная версия сверхцивилизации Кардашева. И с этой точки зрения ничего особо интересного все не представляют. На Западе наиболее существенен, наиболее важен системный подход. Системный подход, будучи претворен в мир системный подход, продемонстрировал, что не может предложить никакого позитивного будущего. Зато он может предложить по списку экологический кризис, инклюзивный капитализм как ресурсный кризис, и, наконец, любые формы солидаризма, цифрового фашизма и так далее, и, наконец, концепцию конца истории, то есть вы ни о чем не думаете, вы уже живете в образе будущего, и другого будущего уже не будет. Что любопытно, этот вариант моделей мира в средовом подходе переходит в матрицу или в так называемый мир социальных тканей. Что здесь может предложить Россия? На самом деле, очень немногое, но достаточно важное. Мы считаем, что современным подходом является не системный, не средовой, а сферный. И в сферном подходе мы видим такое будущее, как сложный мир. Мир сложный, связанный, очень противоречивый, пересыщенный развитием, пересыщенный внутренними своими зависимостями и подробностями. Но для меня самое принципиальное, и на этом я закончу, собственно, свое выступление, что это мир, в котором на место базовой эмоции страха, характерно для всех существующих до сих пор обществ, становятся базовые эмоции интереса. Это еще не эмоция любви, которую предлагает антология Бога, но это уже и не эмоция страха, которую предлагает антология природы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok